Мы видим себя в отражении в Майнкрафт. Отходим и он пропадает. Мы опять подходим и появляется новый житель. Это опять-таки мы. Приглашаю тебя на мой РПГ-сервер Экстра Крафт. Здесь тебя ждут кейсы, кланы, ивенты, бои, мини-игры. А самое главное, здесь часто ты можешь встретить меня. Экстра Крафт. Приключения рядом. Ай-пи в описании. Хей! Всем привет, друзья! С вами снова я, Скрипер. И добро пожаловать в новый видеоролик из серии 50 интересных лайфхаков в Майнкрафт. Заинтересован, тогда липи лайк и погнали! Ну что же, друзья, а перед тем, как мы начнём, я бы хотел, во-первых, призывать тебя подписаться на мой канал и поставить данному видеоролику большой палец вверх. Ибо когда мы наберём 3000 лайков по данному видео, то я выпущу ещё один видеоролик из серии 50 интересных лайфхаков в Майнкрафт. Конечно же, не забывайте подписываться на мой Инстаграм. Ссылочка, кстати, есть в описании. Там регулярно выходят различные фоточки со мной, ну и всякие новости касательно моего канала. Поэтому, друзья, ссылка есть в описании. И, конечно же, не забываем принимать участие в конкурсе, который как раз-таки там проходит. Это лишний повод подписаться на мой Инстаграм. Ну а в прошлом видеоролике я вам рассказал вот все эти идеи для построек в Майнкрафт. И если ты ещё не видел данный видеоролик, то обязательно его зацени. Ссылочку на него ты сейчас видишь на экране. Ну что же, друзья, а мы переходим к следующим лайфхакам. Погнали! Итак, следующие лайфхаки будут посвящены туалету в Майнкрафт. Да, очень интересная тема, потому что обычно не очень ребята классно декорируют туалеты в Майнкрафт, когда создают свой дом в Майнкрафте. Сейчас я вам покажу следующие лайфхаки, которые как раз-таки с этой темой будут связаны. Итак, для начала давайте возьмём котёл. Он у нас находится здесь. После чего, друзья, давайте, конечно же, возьмём воду. Она у нас помещается сюда, и давайте убьём этого слизня, потому что он мне будет просто-напросто мешать. Хорошо. Что мы делаем затем? Затем мы помещаем куда-нибудь в произвольное место котёл, заливаем в него воду. Затем нам потребуются различные блоки. Мы их берём, конечно же, отсюда. Во-первых, это каменная плита. Также нам потребуется вот следующий блок. Ну и, конечно же, какой-нибудь, например, вот этот вот белый. Что, ребят, затем? Затем мы должны с вами поставить сзади, вот таким вот образом. После чего сверху у нас начинает вырисовываться наш туалет. Нам необходима, конечно же, кнопочка смыва. Мы её берём и ставим сюда. После чего нам нужно сделать крышку. Делать её, кстати, можно и из железного люка, и из обычного люка. Но я предпочту из обычного, так как всё-таки он лучше открывается, чем железный. Что затем? Затем нам необходимо всего лишь навсего окружить наш туалет следующим образом. И готово, друзья! Следующее, что я вам покажу, это будет не маленький туалет, а достаточно большая и увесистая кабинка. Итак, давайте приступим к её созданию. Для начала нам необходимо куда-нибудь подальше отлететь, потому что, как я ранее сказал, она будет достаточно большая. Итак, после чего мы выкапываем следующим образом три блока. И теперь нам потребуется следующая плита. Итак, мы её выкладываем следующим образом. Отлично, друзья. После чего нам необходимо копнуть немножечко поглубже здесь и взять вот, прямо-таки, вот эту штуку. Что затем, друзья? Затем нам необходимо взять абсолютно любой белый блок. Например, я буду использовать кварц. Итак, ребята, что затем? Затем мы заходим сюда и всё это дело, конечно же, уничтожаем вот следующим образом. Отлично, под собой также ломаем. После чего мы ставим сюда вот эту штуку и, в принципе, уже у нас кое-что начинает прорисовываться и получаться. После этого мы выкапываем следующим образом и помещаем сюда, опять-таки, наши плиты, чтобы у нас получался цельный и нормальный блок. Отлично, друзья. Что затем? Ну, затем нам нужно при помощи кварца следующим образом поставить здесь и здесь. И супер, ребят. Далее нам необходимо всю конструкцию поднять на три блока. Следующим образом. Итак, друзья, сначала заполняем первый уровень. Отлично. После чего заполняем второй вот таким образом. Тоже замечательно. Ну и последний, завершающий третий уровень следующим образом. Так, хорошо, друзья. Отлично, что делаем затем? Ну, а затем мы ломаем здесь блок для того, чтобы сюда поставить рычаг. Итак, закрываем здесь следующим образом. Что же, ребят, затем? Ну, а затем нам необходимо поставить рычаг опять-таки туда. Итак, друзья, берём рычаг. Он у меня случайно выпал. Давайте этот возьмём и ставим его сюда. После чего мы должны с вами провести редстоун вот сюда. То есть, таким образом он у нас будет идти, и здесь нам необходимо поставить два липких поршня, чтобы они смотрели в эту сторону, соответственно, сюда и сюда После чего нам необходимо, нам необходимо провести немножечко редстоун Итак, редстоун, редстоун у нас находится здесь, берём его сюда, и после чего проводим, конечно же, следующим образом Давайте проверим, как у нас всё работает, итак, нажимаем на рычаг, как вы можете видеть, всё благополучно работает, всё благополучно выдвигается Это у нас в нашей душевой кабинке будет в данном случае дверь Что мы делаем затем, ребята? Ну а затем нам необходимо сделать одно очень такое необычное, сложное действие Итак, поднять, во-первых, следующим образом, ну а во-вторых, взять красный факел и поставить его сюда Что, ребята, затем? Ну а затем нам необходимо поставить вот, значит, вот таким образом сюда блок, и после чего он у нас, конечно же, выдвинется И когда мы будем нажимать на рычаг, то он, конечно же, будет задвигаться, это дело выдвигаться После чего, друзья, мы, конечно же, вот сюда помещаем следующим образом блок И поднимаем всю эту конструкцию на один блок вверх, чтобы сюда поставить воду И всё у нас, конечно же, было классно, и всё у нас работало Ну, в общем, друзья, нечто подобное у нас получается Закрываем всё лишнее, что не хотим, чтобы мы видели Ну и, конечно же, вот таким образом это делаем Что затем? Но затем нам необходимо взять воду Взять воду, говорю И, конечно же, её вот сюда следующим образом залить То есть она заливается И давайте опустимся вниз Нажмём на рычаг Как вы можете видеть, вода выливается Я обратно всё дело поставил И всё у нас, как видите, работает отлично Что мы можем ещё сделать? Мы можем, конечно же, сделать здесь крышу Потому что без крыши никак Вот таким образом оно у нас всё получается Отлично, ребята Ну и последний штрих Это, конечно же, нам необходимо сделать здесь какое-то стекло Чтобы как-то, конечно, закрываться, защищаться Делать я буду его из чёрного стекла То есть делаем мы следующим образом С тем учётом, что здесь у нас будет дверь Мы ставим его вот таким образом На самом деле вы можете делать это как угодно Смотря какой у вас будет дом То есть как хотите, так и делайте по факту И вот что-то подобное у нас получается То есть мы, значит, надо ещё, конечно, сюда блок поставить Отлично, друзья То есть мы заходим, нажимаем на рычаг У нас начинает литься вода Конечно же закрывается дверь Мы сами благополучно моемся Всё очень классно Шейдеры просто офигенские После чего мы нажимаем на рычаг И мы можем выйти, в общем-то, и сушиться Следующее, что мы сделаем Это будет ванная в Майнкрафте Итак, давайте же приступим Для начала возьмём два раздачника И поставим их следующим образом Отлично, друзья! После чего мы берём абсолютно любую глину Например, это будет белая Ставим её таким образом Ну что же, друзья, очень даже хорошо После чего давайте возьмём кварцевый блок Кварцевый блок мы, кстати, до этого всё время использовали И поднимаем, ну, буквально на три уровня вверх После чего можно ещё для красоты сюда добавить Отличненько! Отличненько! Далее, друзья, мы должны с вами эту ванную завернуть следующим образом Супер! Что мы делаем затем? Ну а затем нам необходимо сюда один блок вниз копнуть После чего взять, конечно же, редстоун Редстоун мы ставим сюда После чего здесь всё закрываем Ну и, конечно же, берём абсолютно любую кнопочку Ставим её сюда Что затем, друзья? Ну а затем нам необходимо взять ведро воды И просто-напросто закинуть одно ведро сюда И другое ведро сюда Отлично, ребят! Давайте нажмём на эту кнопочку И, как вы можете видеть, вода благополучно поставилась После чего мы нажимаем ещё раз на кнопочку И вода у нас пропадает! Магия, чёрт возьми! Что ещё мы можем здесь добавить? Мы можем добавить ещё рычаг Он будет как будто бы, ну, чем угодно Может быть даже вешалка для одежды Либо же это какой-то душ В общем-то, как хотите, так и делайте Всё в вашей фантазии Следующее, что мы сделаем Это будет туалетный столик Совместно с рукомойником Итак, друзья, давайте для начала подготовим для него место Для этого мы должны следующим образом Вот такую конструкцию поднять на три блока вверх И что же, друзья? Отличненько! Что мы делаем затем? Ну, затем мы, возможно, в полу ещё таким образом добавим После чего давайте возьмём котёл Поставим его сюда Ну и давайте, пожалуй, найдём какую-нибудь кварцевую колонну Чтобы всё это дело у нас было очень красивенько так И отличалось, конечно же Давайте также возьмём с вами воду Она находится у нас здесь И зальём его в котёл Отлично, ребят Теперь берём рычаг Опускаем вниз, чтобы он выглядел у нас как будто бы краном Отлично, друзья Что потом? А теперь нам необходимо взять рамочку Рамочка у нас находится здесь Берём рамку Ставим её сюда и сюда После чего необходимо нам также взять абсолютно любой ковёр Я, например, буду использовать белый В данном случае это у нас будет как бы ручка Кстати, он очень медленно проворачивается Вот это, кстати, если согласитесь, прикольно В общем-то, друзья, вот такие две ручки классные у нас получаются Прямо-таки мы можем якобы как будто бы открыть Но на самом деле сделать мы этого не можем Потому что мы находимся сейчас в Майнкрафте А здесь таких возможностей, к сожалению, нет Что затем? Но затем нам необходимо взять абсолютно тоже любой какой-нибудь блок Например, вот пускай даже морской Ставим его сюда После чего на него мы должны поставить с вами что-нибудь Например, вот такое вот люк Чтобы всё у нас было, знаете, по фэншую И, конечно же, очень красиво Почему-то он не ставится Ах, да, друзья На этот предмет нельзя ставить Поэтому давайте что-нибудь другое возьмём Ну, например, какую-нибудь глинку Почему бы и нет? Давайте поместим сюда глину Ну а сверху поставим люк В общем-то, друзья, вот такой вот классный туалетный столик у нас получился Следующее, что я вам покажу Это будет самое настоящее рабочее стекло в Майнкрафте Ребята, это будет очень удивительно Поэтому незамедлительно ставь этому видео большой палец вверх, бро И мы, в общем-то, погнали смотреть на это чудо Майнкрафта Чудо Редстоуна Итак, для начала давайте выкопаем следующую ямку, которую я вам сейчас покажу Отлетим подальше И копаем раз-два, раз-два и раз-два В общем-то, таким образом, Г-образная у нас ямка получается Сверху мы должны с вами поставить какой-нибудь блок, например, шёрстку Ставим её вот сюда И после чего давайте насыпем несколько пыли на Картстоуна Насыпаем сюда, сюда и сюда Отлично, ребятки Что мы делаем затем? Ну а затем нам необходимо поставить Сейчас сначала взять, конечно же, нажимную плиту Поставить вот сюда ещё один блок После чего, как вы видите, всё у нас активируется Всё у нас отлично Так, я случайно здесь сломал Проходим далее И сюда нам необходимо поставить красный факел Берём его из креатива Ставим следующим образом После чего давайте всё это дело отмечать, опять-таки, шерстью Помещаем сюда Как вы можете видеть, сейчас он потух А сейчас уже не потух Что мы делаем затем? Ну а затем нам необходимо воспользоваться поршнем Обязательно липким поршнем Так что, когда создаёте это дело, имейте в виду Итак, что мы делаем с вами затем? Затем мы ставим его следующим образом Нет, нам нужно именно вот так вот его поставить После чего нам необходимо взять пылинку редстоуна И как вы можете видеть, всё у нас благополучно сдвигается И как вы видите, он забрал с собой блок Что затем, друзья? Ну а затем нам необходимо прокопать как можно глубже У меня всего лишь навсего мир из трёх блоков Так что все мобы и так далее будут умирать, в общем-то, в бесконечности Ну а затем нам необходимо воспользоваться раздачником Итак, находится он у нас здесь Давайте его поставим сюда следующим образом Что нам необходимо в него напихать? Нам в него необходимо поместить различных, например, жителей Либо же зомби Ну так, для разнообразия, знаете ли Давайте помещаем их сюда следующим образом И, короче говоря, когда я буду сюда подходить То у нас будет спавниться житель Когда отходить, по идее он должен был провалиться в тартарары Но нет, он спас свою жизнь и, конечно же, убежал Итак, что мы делаем, друзья, затем Ну а затем нам необходимо построить саму конструкцию То есть само зеркало, чтобы всё у нас было по фэншуйчику И всё у нас было красиво Для этого нам необходимо взять какой-нибудь светящийся блок Возможно взять морской фонарь, но что-то сегодня, знаете ли, не судьба Давайте светящийся камень возьмём После чего необходимо также белое стекло Итак, отлично, ребятки После чего нам необходимо также котелок взять Который у нас находится вот здесь вот Отлично, друзья После чего возьмём воду Поставим её сюда И что же, давайте наконец-то приступим Ставим это сюда и заливаем После чего нам необходимо взять glowstone И поставить его вот сюда После чего мы помещаем стекло вот таким вот образом И также нам потребуется какой-нибудь белый блок Ну, в принципе, можно этот использовать Но, ребят, это как-то не очень круто Давайте что-нибудь такое прикольное Например, кварц Вот я, если честно, очень сильно его Хотя вы заметили, в принципе, я очень сильно его люблю Итак, тем не менее, мы ставим тут такую вот конструкцию То есть здесь, конечно же, не мешало бы всё это заградить следующим образом После чего нам необходимо опять-таки взять какой-нибудь серый блок Например, камень Мы ставим его вот таким вот образом И что же, друзья, отлично Что мы можем ещё сделать? Мы можем, конечно же, ещё на один блок вверх поднять Чтобы у нас всё было очень мега классно и красиво Вот так вот, друзья, у нас получается следующее стекло Сзади мы также можем чем-нибудь заградить Чем-нибудь, например, вот таким вот сереньким Точно, чтобы у нас всё работало и всё было классно Итак, друзья, давайте тестить Подходим У нас появляется житель То есть это мы Мы видим себя в отражении в Майнкрафт Отходим и он пропадает Мы опять подходим и появляется новый житель Это опять-таки мы Друзья, нет, с этим можно играться вечно Согласитесь, это просто офигительно Мы подходим, видим себя Отходим, не видим себя Подходим, видим Ну, в данном случае это был зомби А поскольку стоит мирная, да ещё и жара тут стоит В общем-то, друзья, мы не смогли себя увидеть в образе зомби Ну что же, друзья, на этом всё Я надеюсь, что вам понравился данный видеоролик И ты уже спешишь ему поставить свой лайк Напоминаю то, что 3000 лайков по данным видео И я выпущу следующий видеоролик из серии 50 лайфхаков О строительстве в Майнкрафт Ну а с вами был я, Скрипер Всем удачи И всем пока, ребят Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!